Осенняя пора – особое время, когда службы города работают в режиме нон-стоп. Внимание уделяют всей Самаре, в частности, дорогам. Коммунальные службы продолжают приводить в порядок городские маршруты, в том числе участки, отремонтированные на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам специалистов, своевременная и качественная уборка позволит сохранить благоустроенный облик, а также увеличить срок службы обновленного полотна. Основной вид работы сейчас – это уборка листвы, которая с поддорожных деревьев в большом объеме попадает на тротуары, на проезжие части, на газоны. Данная работа необходима для подготовки более качественного уже в весенний период. То есть то, что мы не успеем собрать осенью, нам придется собирать весной уже после того, как они немножко подгнили, то есть это будет более затратный вид действенности. Один из обновленных по нацпроекту объектов – улица Гагарина в границах Победы и Московского шоссе. На этом маршруте в этом году уложили новый асфальт на площади порядка 114 тысяч квадратных метров. Напомним, обновлять улицу Гагарина подрядная организация начала еще в мае. Масштаб большой, общая продерженность отремонтированного участка составила свыше 4,5 километров. При этом завершили работы на объекте уже к концу июня, а к нанесению разметки приступили в первых числах августа. Согласно заключенному муниципальному контракту следить за состоянием дороги, подрядчик обязан в рамках пятилетних гарантийных обязательств. За обновлением и содержанием этой важной транспортной артерии следят не только специалисты, но и общественники. Колея была на дорожном покрытии, и ямы были. Сейчас мы видим дорожное полотно в отличном состоянии, провели качественный ремонт. И сегодня уже получаем письма благодарности и Народный фронт, и администрация города Самары. Очень здорово, что отремонтировали дорогу, улицу Гагарина. Очень качественно, она довольно сейчас очень такая комфортная. Очень здорово, что сделаны подъезды в дворы, выезды с дворов, потому что это была такая большая проблема. Для решения сезонных задач в городе ежедневно трудятся больше 230 работников и порядка 70 единиц техники. Особое внимание уделяют тем частям дорог, где расположены решетки ливневой канализации. Туда не должны попадать листва и мусор, чтобы во время дождей и зимой вода без препятствия попадала в стоки. В дальнейшем, после наступления холодов и выпадения осадков, работники службы благоустройства акцентируют внимание на расчистке и вывозе снега, а также противогололедной обработке, в том числе на дорогах, которые обновили на средства национального проекта. Михаил Ермоленко, Григорий Прешаков. События.